Соседи нас просто превратили в бомжей, причем в самой крайней форме. Наш дом пострадал, у нас есть погибшие в доме и в округе. У нас куча могил вокруг наших домов. Мы проснулись, поступило куча-куча звонков от родственников, что какие-то ракетные удары по аэродромам со стороны России, это все, конечно, выглядело очень фантастично, потому что никто не мог подумать, хоть мы как бы из 2014 года и находимся в состоянии такого конфликта с соседним государством нашим. Но никто даже не мог подумать, что они будут способны на такую подлость. Поэтому это было, не знаю, шок, наверное. Все были в растерянности, никто не был готов к этому. Мы не поняли, что началась война еще тогда. Мы поняли просто, что произошла какая-то сумасшедшая ситуация, когда в 21 веке соседнее государство просто позволяет себе бомбить независимое государство ракетами. Субтитры создавал DimaTorzok Жили, бегали, запасались продуктами, снимали деньги с банкоматов. Но, если честно, до конца понимание, что будет вот такое, что не будет ни продуктов, ни тепла, ни света, ничего, ни что мы будем жить потом в подвалах. Никто не мог даже этого предположить. То есть, естественно, какое-то время мы просто еще не осознавали, ну, какое нас ожидает в будущем, ну, вообще, какая нас ожидает в будущем жизнь. То есть, было много моментов, которые показывали, насколько мы не готовы вообще, ну, к такой ситуации. Как и многие мариупольцы, прятались в подвалах, готовили еду на кострах, ходили по городу в поисках еды, в поисках воды, в поисках дров. То есть, тогда все люди так жили. Поэтому, не знаю, как-то это уже настолько стало, ну, понятно, что как мы выживали. Но когда были ситуации, когда сначала нас оббомбили, потом у нас отключили свет, да, потом вместе со светом пропало сразу отопление и вода. Ну, и как-то ты в этом процессе, пытаясь наладить свою жизнь, как-то там что-то готовить, что-то приспосабливаться, потом отключили газ. То есть, вот это было, конечно, очень, ну, просто еще удар за ударом, получается, что постоянно психологически это все еще сопровождалось постоянными бомбежками, постоянными авианалетами. Самолеты летали к нам как на работу, по четыре штуки каждый, не знаю, там, раз в час, наверное, они менялись, сбрасывали по четыре бомбы, улетали. И самое страшное, что со временем это все воспринималось уже как-то не так критично, как вот в первые дни. Вот в первые дни это было просто ужас. То есть, ну, просто, ну, я не знаю даже, ну, как будто бы ты попал в реальность другую, как будто бы, ну, вот это страшный сон. А потом, я просто помню, мы готовили рядом бомбежки, мы выбегали с подъезда, перемешивали еду, забегали обратно, как-то умудрялись готовить еду, греть воду. Ходили все грязные, вонючие, зачуханные, заросшие. Ну, как бомжи, по сути, как бы наши соседи нас просто превратили в бомжей, причем в самой крайней форме. То есть, вот, когда мы ходили по улицам, смотрели на этих людей, которые там выбираются, вот так вот в одно мгновение город превратился в город бомжей. Наш дом пострадал, у нас есть погибшие в доме и в округе, у нас куча могил вокруг наших домов. Поэтому, разные. Кто-то выехал, кто-то выехал раньше, мы выехали позже. Мы выехали 25 марта, поэтому месяц мы прожили во всем этом кошмаре. Кто-то был поумнее, выехал в первые же дни, вот, и не пережил этого кошмара, ни своих детей, как говорится, в этом кошмаре не продержал, потому что это большой, для нас, для взрослых, это большая психологическая травма. Для детей это, ну, я не знаю, как это еще выльется все в будущем, во что это трансформируется, непонятно. Взяли чемоданы в руки, повесили рюкзаки на детей, на себя и пошли до Никольского. Благо добрые люди посередине пути, нас просто ехала машина, увидели, остановились, подобрали, довезли до Никольского. С Никольского потом наняли машину, тоже хорошие люди, нас довезли до Бердянска. Там мы три дня сидели в спортивном комплексе, ждали эвакуационные автобусы. Вот, но опять-таки тоже эти негодяи и там как бы свою лепту внесли. То есть, если до какого-то периода, как нам рассказывали, автобусы впускали в город, то, конечно, как нам выезжать их даже в город не впустили. Поэтому там мы еще 11 километров тоже перекладными, там, какую-то часть пути пешком прошли, потом одна машина нас подкинула, люди проезжали потом до одного места, потом там еще одна машина подхватила. Ну, то есть, как бы мир не без добрых людей. Как бы я могу сказать, что нам, конечно, удача сопутствовала, учитывая всю эту ситуацию. Мы добрались, да, а еще так случилось, что за два дня до того, как должны были приехать эвакуационные автобусы, в городе пропала связь. И мы не знали, приехали эти автобусы, не приехали эти автобусы. И люди просто пошли на свой страх и риск эти 11 километров. То есть, ну, мы добрались. Конечно, когда мы увидели эти автобусы, у нас было, не знаю, ну, как мана небесная, ликование. Мы просто, ну, как спасательный круг для утопающих. Мы увидели, что мы пришли, автобусы есть, мы сели в автобусы, и мы уже почувствовали себя уже спасенными. А когда мы заехали в Запорожье на этих автобусах, когда мы увидели первые блокпосты с нашими ребятами, с ДСУшниками, ну, не знаю, мы их вот реально, мы их видели, мы там пол автобуса плакала, мы просто, ну, как родных их, просто, ну, как людей, которые, вот знаете, как родных. Мы видели, и нам уже на душе было как-то светло и спокойно, потому что мы, наконец-то, на подконтрольной территории, где наши люди, где наши войска. И нас сразу встретили волонтеры, сразу накормили, распределили. Ну, просто взяли свои, как говорится, такие, ну, руки, вот, и, ну, просто понимая, вот, с какого мы выбрались, ну, места, просто постарались сделать все, чтобы нам было комфортно. То есть мы вот приехали в 11 часов вечера только в Запорожье, и нас расселили в садик детский. И вот работники этого садика, они сразу засуетились, они сразу нас накормили, хотя это уже была поздняя ночь. Сразу разместили, сразу там начали суетиться, узнавать, там, кому надо, там, где покупаться, там, кому что надо. Начали у всех интересоваться, что кому надо. Вот. То есть, и, конечно, это, ну, такое вот, такое человеческое отношение после вот месяца кошмара. Ну, это такой, ну, просто противоположность, диссонанс такой, ну, это, ну, это как, дорогого стоит. Вот. Ну, а потом, опять-таки, посадили нас на эвакуационный поезд, который довез нас до Днепра, и, собственно говоря, мы вот здесь. Да, нормально приняли. Тоже, как бы, тоже волонтеры очень много помогали. И помогают и вещами, и провизией. То есть, не дали потеряться. Как-то не дали... Ну, помощи очень много, на самом деле. Очень много помощи, очень все хорошо организовано. Да, то есть, ну, настолько поддержка большая. Не знаю, ну, мы очень благодарны. Поддержка, на самом деле, колоссальная. То есть, со стороны вот волонтерских организаций, да и просто людей, просто даже люди, которые местные, которые, ну, знали, откуда мы, они, в принципе, ну, достаточно хорошо себя показывали. Однозначно. Мы очень скучаем за своим городом. Смотреть, что с нашим жильем, отстраивать город. Делать его еще лучше, как говорится. Делать все возможное от нас, от граждан, чтобы наша страна была самой сильной, самой успешной, самой богатой. Тут, как бы, даже я вот в возрасте, я все равно любовалась на тех ребят, которые приходили. Ну, они же гибнут. Вы понимаете это или нет? Долбом. Вы понимаете это или нет? Вы понимаете это или нет? pigs не успешны. Ог Canon Nicole. Продолжение следует. Игорь carta. Кто виноват. Киевочка. Юлия. Продолжение следует...